Всем здорово, чуваки! Сегодня у нас будет очередной эксперимент, но не в самом видеоролике, а над форматом. Сегодня мы хотим отправиться в магазин и купить там дешевые ингредиенты для самой бюджетной пиццы. Сможем ли мы это сделать? Не знаю, в районе 100 рублей, надеюсь, мы что-нибудь найдем. Но также мы хотим взять еще и замороженную пиццу средней ценой категории. Ну и для сравнения мы закажем еще дорогую пиццу в ресторане. Не знаю, как они будут отличаться. Вдруг у нас пицца самая бюджетная, кажется, даже вкуснее, чем дорогая, кто его знает. Поэтому давайте отправимся прямо сейчас в магазин и закупим ингредиенты. Ребят, как вы знаете, основа для пиццы делается из муки, воды и яиц. Яйца стоят 80 рублей, мука стоит примерно 70 рублей, это уже 150, это очень дорого. Поэтому мы пришли тут в холодильник, а мы увидели основу для пиццы, которая стоит здесь самая дешевая, 119 рублей. И есть еще тесто слоеное бездрожжевое, которое стоит 100 рублей. Но это все равно очень дорого. Мы хотим сделать максимально дешево, объединить мясо и тесто сразу, все в одном. И как вы думаете, что это? Правильно, это пельмени. Смотрите, здесь очень много разных пельменей, но мы нашли самые дешевые татарские за 59 рублей. 59 рублей пельменей. Я не знаю, там не может быть настоящего мяса по-любому. Ну, странно очень-очень. Очень странно, но я думаю, их стоит взять и попробовать. Как раз мы слепим такую прикольную штуку, и получится офигенный блинчик сразу с мясом и с тестом. Я думаю, будет прикольно. Так, возьмем, наверное, сразу пачечку. Я думаю, нам этого хватит. В качестве соуса мы решили взять тоже что-нибудь самое максимально дешевое. И все, что мы смогли найти, это майонез, который стоит 35 рублей. Далее мы нашли еще сыр, тоже супер дешевый. Я, конечно, не знаю, кладут ли его вообще в пиццу. Но это вот такой вот сыр-дружба. Не знаю, сможем ли его натереть вообще, будет ли он плавиться. Я вообще без понятия ни разу такой сыр не ел. Но самое, что прикольное, он стоит 19 рублей. Томатов осталось всего 2 штуки, поэтому берем самый маленький. Ребята, мы сейчас были в Магните, и там готовая пицца, которая замороженная, она стоила 165 рублей. Мы подумали, надо что-то дороже, чтобы была средней ценой категории. Но максимум, что мы рядом нашли, это в пятерочке пицца, которая стоит 189 рублей. Ну, 190 рублей получается. И мы нашли вот такую вот, смотри, выглядит очень красиво. Так как она выглядит в реале, уже кажется, что она довольно вкусная. Поэтому, я думаю, ее мы и возьмем. Тем более, что другого выбора у нас нет. Ну и осталось только загадать дорогую пиццу в ресторане быстрого питания. Так, смотри, заходим на сайт. Что, наверное, самую дорогую выберем? По-любому. Давай, короче, останови, когда какая тебе понравится. Слушай, вот супер мясную давай. Слушай, вот тоже хотел сейчас ее взять. Вот 519 рублей. Ну, наверное, маленькую возьмем, наверное, просто попробовать надо. Да, конечно. Ничего добавлять не будем, добавить в корзину. Итак, сумма заказа 519 рублей. Нажимаем перейти к оформлению. Итак, заказ у нас принят. Пицца к нам будет ехать около часа. Поэтому есть время, чтобы приготовить две другие. Разморозим для начала две мешки. Разморозь, Картан. Ну, минут на пять давай. Здесь только две стоят. Ну, давай два раза по две. Итак, основа для пиццы готова, разогрелась. Открываем. Показываем, что это вывалить. Сделать какую-нибудь колбасочку или шарик. Блин, уже как будто готово. Ни разу я не делал так вообще никогда в жизни. Слушай, это очень странно выглядит. В общем, можно ли из этого основа для пиццы сделать? Я сомневаюсь. Ну, попробуем давай. Мы для этого здесь собрались. Бульончик есть сразу, смотри. Солененько уже солить ничего не надо, да? Да, но слушай, здесь теста очень мало. Смотри, сколько мяса, блин. Одно мясо вообще. Вы что, гоните за 58 рублей столько фарша? Столько мяса? Оно даже не мнется как будто. И слушай, я не знаю, как я из этого шарик буду делать. Вообще, кто-нибудь делал из пельменей основу для пиццы? Что-то я сомневаюсь. Я тоже не знаю, не слышал. Вот смотри, они просто вываливаются. Причем они резиновые какие-то. Может они у нас приготовились? Ну, нет, вряд ли. Они видно, что такие сыроватые. Все это мясо нужно прям руками проминать. Иначе это не будет единым фаршем вообще. Короче, ребят, походу мы зря брали скалку с собой. Потому что это бессмысленно, что-то из этого лепить, как-то раскатывать. Поэтому, я думаю, мы сейчас возьмем противень, на него растелим фольгу. И выложим какую-нибудь формочку пиццы. И когда это все запечется, это будет еще вкусно выглядеть. Ну, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Пока, потому что это не похоже на что-то вкусное. Вообще не похоже. Так, достаем с нашей духовочки вот такой вот противень. Фольгу. Растилаем. Никогда в жизни не готовил ничего подобного. Вообще никакие пирожки, ничего вообще, ни хлеб, ничего, абсолютно. Так что, строго не судите. Я буду косячить максимально тут. Ну, я думаю, как тут косячить? Просто положил и запел. Да? Ничего такого сложного здесь нет. Ладно, не пережарить. Или не дожарить тоже плохо. У меня, слушай, вот такой фарш, это как в наказание нужно есть в видеороликах. Фууу. Такой уберешь прямо в соплю. Вот это да, это вообще стрёмно. Я даже не хочу заново марать руки. Она даже не карава отачивается. Ну, короче, бери руками, Серега опять. Ладно, чего уж там. Надо это потоньше чуть-чуть сделать, слушай, по всей площади. По-любому. Прям тоненькую сделать, да? Да, да. Но это получился бы отличный чебурек. Да, кстати. Вот чебурек то, что надо, прям привокзальный такой. Скрытый. Скрытый, да, привокзальный чебурек. Так, ребят, довольно красиво, я считаю. Основа для пиццы получилось. Так, осталось взять майонез и хорошенько размазать всё ложку. Как там делают обычно в пиццериях, типа, кружочки такие? И вот так вот всё это размазываем. Блин, ни разу на сырые пельмени не мазал майонезом. Напишите ещё в комментариях, кто её делал когда-нибудь пиццу из пельменей. Если ещё это вкусно получится, конечно, это будет шок, да? Не, ну если это делали не мы, то это точно вкусно получится. Так, теперь режем помидорочку. Красивенькая, смотри, даже с этим зелёным хвостиком. Капец, мы, конечно, тупанули насчёт помидора. В магните килограмм помидоров стоит 300 рублей. Вот одна помидорка такая, 45 рублей, представляете? 45 рублей за помидорку, блин. Я думаю, если найти помидоры дешевле, то пицца у нас бы стала дешевле на рублей 30, это точно. Поэтому можно смело считать, что наша пицца стоит примерно 110 рублей. Кстати, ножики в секс-прайсах. И хорошо, кстати, режет, да? Да, хорошо режет, мы им всё ещё пользуемся. Реально удивительно. Причём он стоил что-то 79 рублей вроде. Теперь кладём всё это вот так красивенько. Я прям разложу всё по формочке, как будто как и надо, как в профессиональных пиццериях. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну и осталось натереть сыр за 18 рублей. Ой, я не знаю, я Пахе говорю, что он не натрётся, но Пахе говорит, что он натрётся и будет даже плавиться. Я очень сомневаюсь. Так, берём тёрочку и вот так вот всё это. Чик-чик-чик. Слушай, да, офигенно. Чётенько, да? Вообще. Я почему-то думал, что это прям плавленый какой-то сыр. Ну хотя... Ел никогда что-то такой? Нет. Ну просто 18 рублей, я думал, что это может быть такое вообще. Это разве сыр? Слушай, ну похоже уже вот так на пиццу, да? Да, да, вообще кайфово. Главное, чтобы это всё запеклось и чтобы после этого нам не хотелось в туалете сидеть очень долго. Не, реально красиво. Чё, давай отправим в духовочку на минут 20 и посмотрим там плюс-минус, что получится, нет? Слушай, ну если учесть, что там есть мясо уже, там есть тесто, там есть помидорчики, сырочек, майонез. Ну блин, слушай, должна быть очень вкусная. Так, ну чё, мы, наверное, отправляем её готовиться. Так, ставим на 180 градусов, всё, сверху снижу, чтобы грело, и на 20 минут. О, пицца подоспела. О, вкусно пахнет, да? Вообще вкусно, реально. Слушай, ну она и выглядит хорошо, прям запеклась и прям шипит, как надо, как настоящая пицца. Не обожгись, мне кажется горячей очень. Думаешь? Хе-хе-хе. Слушай, ну выглядит неплохо, кстати, на самом деле. Если учесть, что это пицца из пельменей. Похоже, да, на пиццу, слушай? Похоже, похоже. Конечно, снизу что-то как-то немножко подгорело, но это потому, что мы очень долго ждали, походу. 25 минут мы ждали, пока пицца приготовится. Но я думаю, это вполне хватит, чтобы попробовать её и сказать, ещё вкусно она или нет. Надо нам теперь разогреть нашу другую пиццу. Итак, друзья, пробовали ли вы когда-нибудь пиццу Рестория? Я нет. Парк, ты пробовал? Нет. Давай посмотрим, как она выглядит. Слушай, ну тут много всего, смотри, и колбаса, и сыр. Слушай, ну это похоже, типа, на пиццу, которая, что было в холодильнике, то и накидали, да? Остатки просто накидались, и всё. О, слушай, по размеру даже такое. Чётенько, да? Вообще чётко. Отправляем обратно. Я думаю, здесь минут, наверное, 8 хватит. Тем более, что у нас уже всё разогрето. Осталось только включить. И будем пробовать. Так, вот и разогрелась очередная пицца. Мы её ставим сюда. Ну и как вы видите, у нас приехала ещё и наша пицца из ресторана. Так, я её сейчас открою, покажу, как она выглядит. Вот такая вот пицца. Я, наверное, вот так вот поверну, чтобы мы стояли и пробовали. Ну и всё, Пах, хочешь попробовать вместе со мной? Конечно. Я думаю, мнение двоих человек лучше, чем одного. Уже час ждём, короче, этого часа, блин. Ставь на штатив и погнали. Ну чё, Пах? Всем здорово. Во-первых. У нас есть два соуса. И три пиццы, да? И три пиццы. Дай мне ножик. Также мы ещё взяли нож для пиццы, специальный Паха. Даю тебе честь разрезать ущербную пиццу. Я смотрю, что она чуть-чуть подсохла. Смотря на эти три пиццы, сразу видно, что это прям самые дешёвые. Да, да, да. Видно, что тут, короче, кусок фарша просто. Да, ну слушай, вот покупная выглядит не так уж плохо. Чё, сразу, наверное, мощными кусками, да, вот так вот? Да, там четыре куска и всё, хватит. Мы просто чуть передержали пиццу, теперь она у нас каменная. Чё, с фольгой, наверное, берётся, походу, у нас? Походу, да. Ай-яй, вот минусы дешёвой пиццы, ребят. Да нет, на самом деле, по центру нормально убирается фольга. Слушай, похоже на пиццу, внутри даже тесто, но суховато немножко. Ну, это уже наш косяк, то, что мы фольгу тут запекли вместе с пиццей. Но я готов попробовать. Давай, пробую я пока. Отдерующий. Я бы добавил больше майонеза сюда. Солёности хочется или что? Солёности, перчёности. Я думаю, не хватает соуса барбекю. Сразу пельмени как бы ощущаются. Да? Не так уж плохо. Ну, необычно. Не так уж плохо на самом деле. Я думал, будет хуже как будто. Ну и сытненько. Мясо. Да, круто, ты поел пельмени сразу с помидорами. Тут от сыра ничего нет по сути. У этого сыра нет вкуса абсолютно. Но как вариант можно делать на самом деле. Только ингредиенты надо получше, короче. Пельмени ладно, пусть будут такие. Вот надо, наверное, не майонез, а томатную пасту бы нормально вообще было бы, да? Она более солёная, пепперони можно было бы добавить. Тоже прикольно, думаю, было бы. Если учесть, что пицца стоит примерно 110 рублей, то в целом очень даже вкусно. Если бы здесь был нормальный сыр и нормальный майонез, то явно было бы вкуснее. Разве вкуснее, да. Нет, слушай, я кусок съел, мне понравилось. Я и второй съел. Я думаю, вот эту будет попроще. Или ты хочешь сам нарезать? Не-не, ты покорешь. Так. Что, давай, пробуй. Тоже, молясь, прилипло. Слушай, она тоже не пахнет чем. Не, ну она больше колбасы. Томатная фигня, да? А не вкусная. Я ожидал вкуснее гораздо. Соли хочется больше, да? Хочется больше соли и как будто каким-то мылом отдает чуть-чуть. Не знаю, мне так показалось. И ингредиенты безвкусные какие-то, да? Перец я не почувствовал. Сыр тоже. Мне понравилось, что она не такая сухая, как наша первая пицца. Мне тоже прикольно. Вот тут с краю уже повкуснее. С краю повкуснее. В центре какая-то ерунда была вообще. Еще край, что хрустит вкусно, да? Минут. Блин, слушай, я бы даже наравне поставил. Да, да. Не так уж плохо вот эта пицца оказалась из пельменей. Прикольная. Ну она реально необычная. Пельмени только такое в стиле пиццы. Что, давай попробуем самую дорогую пиццу на сегодня, да? Да, 519 рублей. Пицца из ресторана. Уже она нарезанная. Самая дорогая в том ресторане, в котором мы заказывали. Ну, они делают вкусно на самом деле. Но вот именно это я не пробовал. Вот это что-то очень странно выглядит, да? Да, похоже на что-то непонятное. Ну вот это прям пахнет, ну, очевидно вкуснее, чем предыдущие две. Ну пахнет пиццей. Ну после вот этого теста, вот это тесто, ну прям шик. Оно мягонькое прям. По соли прям шикарненько. Прям все, все как надо. Сыротик хорошо. Ну пятихатку за маленькую, да? Ну дороговато. Дороговато реально. Вот рублей 400 прям хорошо. На соточку бы скинули еще, было бы вообще кайф. Потому что средняя цена в этом ресторане получается 400, что-то 29 рублей, по-моему, за маленькую. Очевидно, это выигрывает. Я вот эти бы наравнее поставил. Я не соглашусь с тобой. То есть они берут одно место. Первое место, естественно, ресторанное. Как бы понятно, за что деньги платим. Здесь очень много ингредиентов. Тесто прям вообще воздушное. Нарезано в коробочке, четенько все. Еще считай, с соусом кайф. Ну эти как бы понятно. Тут тесто такое себе, потому что оно сырое, перемороженное и так далее. Ну у нас тоже как бы экспериментальная получилась пицца. Не, это, слушай, я рад, что я попробовал это. Не рад, что плохая. Ну просто как бы ты ешь, по сути, пельмени сразу с помидорами, с майонезом в совокупности. При этом запеченные, а не вареные. Да, да, да. И очень даже неплохо. Необычное употребление пельменей. Ребята, я думаю, что такой формат, где мы берем что-то обычное и делаем из этого необычное. При этом сравнивая с чем-то готовым, это что-то новенькое. Лично для нас это так. И если вам нравится подобная рубрика, мы можем сделать еще одну часть, где, например, возьмем и сделаем там пиццу из бургеров, не знаю там, или бургеры из доширака там, ну хотя это вроде делали. Ну и суть, вы меня поняли. В общем, если вам это нравится, давайте наберем под этим видео 10 тысяч лайков. Я думаю, для вас это будет очень просто. Поэтому, если это так, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Ну и все, пока. Пока.